Это уже как фон, не более того. Я предпочитаю музыку такую, которая призывает к мышлению. К мышлению, сопереживанию и так далее. Которая мало того, что апеллирует не только к эмоциям, но и к разуму. И к разуму, и к сердцу. И так я был воспитан, и даже не потому, что меня притянули за уши, а меня влекло именно к этой части. Коротенький вопрос от меня. Много вопросов, я буду зачитывать свой вопрос задавать, а потом от телезрителей. Кого бы вы выделили лично из нового поколения российско-оперных певцов и певиц? Ну, мецо-сопрано Ольга Бородина, наверное, может, Нетрепко. Нетрепко, кстати, с Нетрепко очень был интересный случай. Я был членом жюри первый раз. Конкурс имени Глинки, это было в 1973 году. Ирина Константиновна Архипова была председателем. Это было в городе Смоленске. И она не прослушала второй тур. Была больна. Пригласила меня, ей было интересно испытать новичка. Как он смотрит. У нее была любимая другая певица. Тоже очень красивая девушка. Прекрасно поющая. И была еще вот Нетрепко. Она говорит, я вот хочу дать той первую премию, а этой вторую. Я говорю, Ирина Константиновна, знаете, пройдут годы немножко, лет пять не больше. И Нетрепко станет выдающейся певицей с мировым именем. Уверяю вас. Вы думаете, да. А та будет, останется хорошей певицей. А что же вы предлагаете? У нас денег нет на две первых. Я говорю, а зачем? Вы объедините первую и вторую, соедините вместе, разделите пополам и сделайте две первых. То есть, если вот я могу сейчас... Так она и сделала. И вот это было начало. Да, Нетрепко. То есть, моих никаких заслуг не было, но я видел в ней личность. Прежде всего, не просто певицу с хорошим голосом. Еще и личность. И с хорошей техникой. Я увидел в ней сильную творческую личность. Это важнее всего. Если Анна Нетрепко сейчас нас смотрит, то пусть она знает, кому она благодарна, наверное, за первый успех. Тогда еще как-то я был, хоть и член жюри, но когда она проходила мимо, что-то пыталась меня спросить, я ей так деликатно кивнул, что, дескать, девушка, у вас все в порядке, все будет хорошо. Но не более того. Я не позволил себе вольность сказать, что... Александр Сергеевич, вот, кстати, тоже с темы Нетрепко есть в вопросе от Анастасии Павловны. Позволяет ли акустика концертных залов от ремонтированного театра оперы и балета приглашать артистов мирового уровня, таких как Нетрепко, например? А Нетрепко у нее голос настолько летучий. Знаете, вот возьмите флейту. Флейта будет звучать в любом помещении через любой оркестр, особенно флейта Пиколю, она прорежет любое пространство, и через самый громобойный оркестр она будет лететь. Нетрепко высокий голос лирика, колоратурная сопрано теперь уже. Она была чистой колоратурой, сейчас она крепла. Но у нее так сфокусирован хорошо голос, что она прозвучит везде. И потом, когда выходит такая-такая певица на сцену, оркестр ведет себя совершенно иначе. Он уже не громыхает, он слушает певицу. Певицу или певца надо слышать. Обязательно. Надо и дирижер желательно, чтобы так аккомпанировал, чтобы оркестр сотрудничал с тем, что происходит на сцене. От меня вопрос, если позволите. Вот есть ли какая-то у вас, ну как вот драматический актер, каждый ему задает вопрос, а вы Гамлета сыграли? Нет, я мечтал его сыграть, говорят многие. А кто-то уже сыграл, да? Вот есть ли у вас как оперного певца, известного, влиятельного, какая-то ария неспетая, которую вы хотели бы спеть, но еще не вечер, как говорится? Арии много, я перепел так много, и своего, и может быть, не совсем своего репертуара, даже Моцарта, и они арии такие, такую, как Митридат, выходная ария Митридат, это супервысокая. Ну, я просто пел для того, потому что я люблю Моцарта. В то же время я пел в свое время «Герцога», пел «Эдгара» в «Лечу и деле Мермур» и пел «Отелло» параллельно, то есть, пока я работал в Пермском оперном театре, я оставался одним ведущим тенором драматическим, лирико-драматическим, который вынужден был петь все и всегда, невзирая ни в какие болезни. То есть, ну, такой был характер, понимаете, нас воспитывали быть героями в каком-то смысле. Ну, учитывая огромное количество работ, какая все-таки может быть, или какие ваши самые любимые? Знаете, по мере познания, так же, как познаешь композиторов, музыку, то увлекаешься сначала одним, потом переходишь к другому, но этого не забываешь, и дальше, и дальше. Развиваешься. По мере познания обязательно, обязательно увлекаешься. Если ты не увлекаешься, тебе нечего делать в этой профессии. Что касается арий, арий так много, что все не перепоешь, потому что даже... Но я спросил, есть ли какая-то самая любимая, вот, или любимая? Понимаете, если я пел в течение 10 лет, скажем, от Элла, то сегодня я бы к нему даже, я хотел бы вернуться и попеть, а потом думаю, а зачем? Я сейчас вытянул голос на такую высоту, мне спокойно поется и в пределах до, и даже до диез, я могу себе позволить в каких-то случаях взять. Так интересней, чем быть тяжеловозом. Знаете, никогда грузовая лошадь не будет скакать на скачках. А интереснее быть в более широком диапазоне. Я люблю петь Верди, Пучини, я люблю петь русскую музыку. У меня 54 спетых партии, и много партий, которые не спеты по разным причинам. Скажем, я не добрался до Вагнера по одной только причине, что в то время, когда я работал в Перми, ну ни в какую не соглашались ставить Вагнера. Вагнер еще был при советской власти. Да, он не то, что был под запретом. Но дальше, если Атлантову не дали спеть Лоин Грина в Большом театре, уж авторитет какой. Кстати, я 13,5 лет сотрудничал с Большим театром и пел там самые сложные партии. Давайте мы сейчас проанонсируем очень важный передо мной репертуар Самарского академического театра оперы и балеты. Вот 18 июня здесь написано «Творческий вечер народного артиста России Александра Сибирцева». Что это будет за концерт? Будут ли какие-то сюрпризы для зрителей? Будет 18 и 20. Это будет два вечера. Я никогда не занимался саморекламой и не делал личных творческих вечеров. Поэтому я считаю, что нужно сделать событие в городе, чтобы было. Каким образом? Я пригласил моих друзей, теноров, моего сына. Будет участвовать полноценно. Будет в трех отделениях 18-го числа концерт. И 20-го тоже будет полновесный, настоящий большой концерт. И люди увидят и услышат певцов, которых они уже знают, которых они уже полюбили. А не только Александр Сергеевич Сибирцев, который 18 лет маячит у них перед глазами. Хотя у меня это своеобразный праздник. Мои юбилеи как бы прошли. Но будем считать, что это... Ну и так, я просто повторяю. Если кто-то пропустил, 18 и 20 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета будет два концерта. Будут два концерта. И сюрприз, участие музыкантов. За качество мы ручаемся. Качество гарантировано. Да, буду немного петь. А будут в основном петь ребята, которые будут, может быть, дарить мне и нашим зрителям. Мне главное, чтобы был для зрителей праздник. В театре должны происходить события. События не одинарные, а такие, которые нравятся зрителям, которые зрителям по душе и на которые зритель придет. Вот мы поэтому можем вполне проанонсировать эти два вечера уже сегодня. От телезрителей вопрос продолжается. Мартемьянов спрашивает. В каких спектаклях вы сейчас работаете? Ну, вот о ближайших концертах мы поговорили, о творческом вечере. У меня сейчас, к сожалению, случилось так, что мой репертуар отсутствует в театре в нашем. Но в Саратовском оперном театре, с которым я сотрудничаю 35 лет. О, еще одна дата, да? Еще один юбилей. Я спел не так давно, за последнее время, такие спектакли. Три раза «Трубадур», «Монрико», «Пиковую даму», вот последний совсем недавно был. Два спектакля «Кармен», в том числе один из них был юбилейный, «Сметанникова». То есть я давно сотрудничаю с этим театром, бывало по целому месяцу. Во время отпуска я уезжал с ними на гастроли, скажем, в Омск или неоднократно, короче. То есть вы как приглашенная звезда с другими коллективами так же работаете? Я просто, мы дружим с художественным руководителем этого театра Кочневым, с другими солистами театра. Мы уже большие друзья давние, и я приезжаю туда как свой человек. Поскольку у нас сегодня разговор о музыке, и моя встреча с музыкантом, великим, я считаю, музыкантом, давайте еще немножко послушаем вас, и потом будем уже выходить на финал передачи. Ну, что-нибудь очень такое скромное. Небольшое. Проходит все, и нет к нему возврата, Жизнь мчится даль, Мгновенья быстрей, В тесну кислот звучавших нам когда-то. Где свет царит нас на зарядших дней. Рассвет цветок, а завтра пуганит, Горит огонь, чтоб вскоре отгореть. Идет полотно, Но ведь другая станет, Чем не на путь Веселых песен быть. Мы снова в студии, и у нас осталось совсем немножко времени. Я продолжаю зачитывать вопросы нашему уважаемому гостю от телезрителя. Светлана спрашивает, вы говорите о взаимодействии театров разных регионов, Где вы выступаете. Чем еще с практической или творческой точки зрения полезны такие встречи и взаимодействия? Только кратко. Они просто необходимы, потому что каждый раз аккумулируешь всю свою энергию для того, чтобы не просто выглядеть хорошо, а соблюдая законы того театра, в который ты приехал, принести свое личностное что-то в исполнении, чтобы это был не рядовой проходной спектакль, чтобы это было, насколько это возможно сделать, праздником для зрителей. Кроме того, это дает очень сильный, мощный толчок для развития самого певца, для его творческих. Саморазвитие, да? Да, да, да. Это просто необходимо. Мне пришлось петь не только в Большом театре, но и в Мариинском я пел несколько спектаклей, а в Большом, я говорил, уже 13,5 лет регулярно пел, в Минске пел, в Новосибирске, в Красноярске, я даже... Все города не перечислишь, все театры города не перечислишь. Да, на фестивалях и Шаляпинском был в Казани, во многих крупнейших, во всех крупнейших театрах страны в то время я пел. Ну, пришлось, довелось петь и в Италии, и в Германии, а прежде еще когда-то я ездил и в Канаду, и в Англию. Я пел и в Альберт Холле, но это было в 67-м году. Насчет Альберт Холла. Англия в эти дни сейчас весь мир, 2 миллиарда посмотрели церемонию бракосочетания, да? Вы много исполняли арий, партий, царственных ансамблях? Нет, я был в коллективе, с которым работал, я был солистом краснознаменного ансамбля, кстати, у меня остались еще пластинки и фондовые записи есть, но они сегодня куда-то там пропали. Кое-что звучит, и даже в интернете есть. Ясно. Ну, и я просто хочу сказать, вопрос тоже от зрителей, но уже не успевает Александр Сергеевич ответить, за что госпремией, народным артистом он стал? За Пьера? Государственную премию за Пьера Безухова в двухвечернем варианте, впервые в стране исполнен, а народного артиста за преданность профессии, за широчайший диапазон, в котором я работаю. Все, на этом мы и завершаем. Итак, у нас в гостях сегодня был народный артист России и лауреат госпремии Александр Сергеевич Сибирцев. Спасибо вам огромное за эфир, телезрителям за активнейшие участия сегодня. Всех с наступающим праздником. Благодарю вас.